Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Иезекииля, обратимся сейчас к 17 главе. В 17 главе пророк говорит, собственно, о очень актуальных в его дни, когда пишется эта книга, о политических событиях, о том, что происходило в Израиле, где царя взяли в плен, вместо царя поставили правителем одного из членов царского дома и лучшую часть народа, культурную элиту, военную, интеллектуальную, религиозную, всяческую. Вот тех, кто действительно составлял цвет нации, вот их угнали в Вавилон, там осталось очень немного в Иерусалиме, и они взбунтовались против Вавилона. Они решили, что если опереться на мощь египетского фараона, то можно отколоться от Вавилона, обрести независимость. Ну, очень условно, потому что, предавшись под руку фараона, не сказать, чтобы Яхония и его сподвижники были бы такими же, таким же прям независимыми. Нет. Хотя, может быть, и чуть-чуть независимее, чем под рукой вавилонской сатрапии. Но суть дела в том, что в ходе этого политического кувырка, переобуваясь в полете, эти люди совершили предательство. В прошлой главе речь шла о предательстве дщери Иерусалима по отношению к Богу, и очень подробно говорилось о том, как это мерзко, как это гадко. Здесь говорится о том, что предательство все равно остается предательством. Вавилоне не белые пушистые зайчики, отнюдь. Они жестокие, кровавые правители, конечно, оккупанты. Египтяне в этом отношении мало чем они отличаются. Но жители Иерусалима и князья Иерусалима принесли клятву вавилонскому царю. И нарушать ее все равно предательство. Все равно предательство. Блажен, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, говорит Псалом. Для Израиля, который все время предает завет с Богом. Все время предает и предает и предает, и день за днем. Вот это важное сообщение, важное откровение от Бога, что всякое предательство – грех, всякое предательство – плохо, это подло. Этим нельзя гордиться и, что может быть еще важнее, этому не может сопутствовать успех. И вот смысл этот выражен в виде притчи о двух растениях. Там два орла, которые у какого-то большого дерева срывают верхушку, сажают в одну землю хорошую, плодородную. И, как это бывает иногда с хвойниками, из жизненной формы дерева переходит в форму кустарников, так бывает с кедровым стланником, на каких-нибудь наших дальневосточных горах. Ну вот, этот самый орел посадил какую-то такую отрасль, которая превратилась в виноградную лозу. Виноградную лозу, но она стелется по земле, она не может подняться. Вот, понимаете, всеми этими людьми, в том числе теми, кто взбунтовался в Иерусалиме, вот двигали, наверное, какие-то хорошие интересы, идеи. Может, они хотели там, мечтали о национальном освобождении, что-нибудь в этом вкусе. Может быть, сейчас этого уже невозможно выяснить, но это все равно все стелется по земле. Из этого получается лоза, которая без опоры не может стоять, которая не может подняться к небу без опоры. Вот, и он, говоря о этом самом князе Иерусалима, он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и он не уцелеет, и он не уцелеет. Клятву, которую он презрел, я обращу на его голову. Вот это и изображает этот образ лозы, лианы, которая не поднимется, не может подняться, потому что ей не на что опереться. И Бог дает одновременно обещание в этой притче. Он говорит, я возьму с вершины другой росток высокого кедра, посажу и буду, собственно, как это обычно бывает, когда сосну надо вырастить высокую, у нее все нижние ветви обрезают. Постепенно получается такой вот корабельный ствол. Эту технологию с ливанскими кедрами на Ближнем Востоке в те времена уже знали. Вот об этом Господь, это Господь и описывает. И вот сделается величественным кедром, и узнают все древа полевые, что я Господь. Стало быть, ну, принято считать, что Бог говорит о том, как он будет поступать, и имеют здесь в виду помазанника, будущего помазанника, мессию Христа, который поднимется как величественный кедр, и которому не нужна будет опора, который сам будет опорой для виноградной лозы, которая без этого кедра обречена стелиться по земле. Как князья Израиля без помазанника Божьего обречены искать поддержку, спасение, избавление здесь, на поверхности земли, от Египта к Вавилону, от Вавилона к Хеттам, от Хеттов опять к Египту, к Филистивленам, кому угодно. Это не то, на что можно опереться и подняться. Опереться и подняться можно только на то дерево, которое насадит Бог. Вот, собственно, центральный, основной смысл этой главы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok